приветствую на канале gameportal 42 прошлый выпуск мы закончили на том что вожак саймон нам предложил вступить в нашу команду я пока делал перерыв копил биотоплива и вот сейчас я его нанимаю в команду теперь вожак саймон с нами он ранга c она нас ранга d при этом мы наняли саймона при этом он сразу же еще не совсем прокачанный а уже лучше чем она это хорошо так сделали модернизацию 2 уровня у нас там несколько лучше не появилось и еще можно изучить разные другие штуки но наверное о повозе фир на него есть скидка и поставим его изучаться мы сейчас немного потратим все наши медальки наши биотоплива на всякие улучшения вот например сейчас скаута нашего лучшим он нужен в основном чтобы добираться до локаций сюжетных и в режиме pvp с помощью него можно атаковать базы других игроков так подкопили чуть-чуть биотоплива и получаем наших ребят лучше анну до максимума теперь ее можно эволюционировать у нас доступна эволюция пулемета черного легиона и я думаю мы мы это сделаем потому что с пулемета мы воюем против тварей кси и сейчас как раз у нас будет локация с тварями си кси в общем у нас теперь улучшенный пулемет черного легиона немножко качнули себе броньку дробовик нам надо потому что дробовик также доступен на локациях с и кси играть мы будем уже с вожаком саймоном поэтому прокачаем его столько сколько сможем у нас закончилась биотоплива поэтому я еще подкопил биотоплива и опять его прокачаем сколько сможем есть а тем временем у нас закончилось исследование пво зефир и уже доступно исследование пво скар для для модели скорпион но мы пока это делать не будем я предпочитаю набивать скидку а потом уже со скидкой делать исследование потому что ресурсов здесь по крайней мере в начале игры маловато мне постоянно чего-то не хватает ну и собственно набивание скидки это один из способов экономии ресурсов который можно потом потратить либо на улучшение оружия либо на эволюцию также можно потратить частности биотоплива на то что строить медпаки или гранаты так лучше ли сейчас дробовик в общем всем чем мы сейчас с вами занимаемся это подготовкой подготовкой к прохождению нашей сегодняшней локации это будет локация сектор 140 105 мы его будем проходить чтобы получить доступ к новой шахте по добыче металла так первый этап здесь всего семь этапов на нас бежит сразу толпак тварик си вот эти светящиеся жуки которые идут они жуки пауки да вы знаете конечно что если их убить до того как они дойдут то из них будет доступен магматит выпадет из них магматит эта локация на которой мы тестируем вожака саймона что я сразу скажу это то что он сильный парень по моему у него интересная суперспособность он выпускает заряд разрывных пуль осталось 13 существ так магматит надо добыть как не успел но зато хоть удрал от него он в меня не врезался не подорвал меня пройден первый этап взяли мы наши ресурсы за одно бонусное убийство нам добавили 5 магматита ну и обычно что я делаю между этапами так это стараюсь что-то улучшить чтобы каждый следующий этап был более легкий поставили изучаться новый вертолёт который называется гриф сначала мы изучим возможность из исследуем возможность изучить вертолёт да потом нам нужно будет потратить ресурсы на эволюцию нашего вертолёта до следующего уровня сделано конечно все так чтобы максимально тратить ресурсы и максимально тратить время на то чтобы копить эти ресурсы если хотите ускорить прохождение то пожалуйста платите денюжки если у вас денюжек нету то вы можете потратить недели и месяцы на то чтобы накопить эти ресурсы и получить желаемое улучшение вот так вот так почти все мобильные игры сделаны возможно у разработчиков это единственный способ получить награду за свой труд тех кто играет в игру бесплатно они делают игру популярной я например играю в игру бесплатно я ничего еще пока за эту игру не заплатил путь из всех мобильных игр которые я играю признаюсь что я платил за премиум в игре хок один раз и не за первую эволюцию не за не за вторую эволюцию я ни разу не платил деньги при том что первую эволюцию я прошел несколько раз по-моему четыре раза я полностью ее проходил просто так было что первую эволюцию она выходила дополнениями я уже не помню как там было четыре дополнения всего сначала первое классическое дополнение там было потом было дополнение черный легион потом было дополнение месть доминиона и потом было дополнение исход получается они все и эти дополнения выходили по моему на протяжении трех лет и за это время у меня у меня сменились устройства на которых я играл в эту игру получатся я прошу игру один раз там например полностью с дополнением черный легион у у меня появился новый телефон я там все скинул сбросил пользовался новым телефоном а тут выходит дополнение а так как у меня не сохранялись сейвы сейчас там сейвы могут храниться в облаке тогда такого не было и мне приходилось проходить игру с самого начала но потом уже потом уже когда получи появились облачные сохранения я прошел игру с на от начала до конца и получив колесницу перемен прошел игру еще раз все это есть прохождение первой части есть на моем канале кому интересно предыстория второй части история командора с которого можно сказать все все зародилось в этой игре вы можете посмотреть там полные прохождения есть и короткие прохождения полные прохождения они с полным описанием сюжета и со всеми диалогами а короткое прохождение это колесница перемен там просто максимально быстро прохожу без всяких диалогов без всякой болтовни стараюсь просто быстро пройти игру я ее там прошел по моему шестьдесят второй уровень я сейчас я сейчас уже не вспомню ребята так это у нас пройден второй этап второй этап нашего нового сектора на котором нам нужна металлическая а нет это был третий этап и уже доступен четвертый мы сделали мы эволюцию анны она теперь ранга c как и лажак саймон улучшение анны нужно для того чтобы ее можно было отправить в патрулирование секторов другие члены команды могут патрулировать сектора во время патрулирования они находят ящики из этих ящиков можно добыть элементы оружия или там могут быть гранаты медпаки могут быть самоцветы может быть биотопливо ну пока пока я развиваюсь на первом этапе для меня сейчас самое интересное это элементы оружия потому что я хочу себе оружие со способностями все базовое оружие которое дали блэйку в начале оно обычное просто стреляет есть другие оружия которые покупаются добываются сейчас я например коплю самоцветы на пулемет дракона у него есть способность что каждые 2 секунды он стреляет напалмовым зарядом который поджигает землю и земля горит на этом участке и существа которые попадают в огонь получают также повреждения но интересная способность она против стоящих жуков почему жуков потому что пулемет мы используем только против варикси я хочу себе собрать коллекцию всех оружий и будем пробовать вместе с вами я буду стараться собирать карточки на те оружия которые доступны только за деньги и биотопливо собирать или самоцветы на те оружия которые можно купить другой игровой валютой кстати карточки тоже можно купить за игровую валюту за биотопливо либо за самоцветы у контрабандиста Ребекки или на черном рынке да и вообще как то вы менять можно так немножко улучшим дробовик потому что твари все чаще подходят ближе я от этого начну волноваться когда они впреды ко мне стоят все таки страшные жуткие монстры и вблизи буду доставать дробовик вот так вот чтобы их расстреливать а те кто стоят задалека понятное дело стреляю из пулемета вот эти вот зеленые существа я так понимаю это избранные кси при гибели они запускают серию пси-выстрелов надо успеть вернуться от них потому что они наносят приличный урон можно получить очередь этих пси-выстрелов и сразу сразу погибнуть но иногда почему-то эти избранные кси уп вернулся сейчас стреляют не в меня а в Саймона и мне вот еще интересно у Саймона есть вообще жизнь или нет то есть когда мы играем вдвоем жуки как я наблюдаю сейчас стреляют и в меня и стреляют в Саймона а могут ли они вообще убить Саймона потому что убить Блейка они могут я несколько раз и это не один и два раза гораздо больше меня здесь убивали особенно тогда когда заканчиваются медпаки вот а могут могут ли они убить напарника вот этого я пока еще ни разу не замечал только что стрелили лапу жуку он медленнее стал ходить хотя по анимации я не вижу чтобы у него стало меньше лапы 2 с одной 2 с другой стороны а должно было быть 3 с одной 3 с другой насколько я помню так это у нас уже шестой этап по моему я увлекся разговором и забыл счет уровнем вот сейчас нервный участок когда очень много врагов вблизи и приходится с дробовика их расстреливать и прокачанный дробовик в таких ситуациях очень хорошо спасает ну что последнее существо и очередной этап пройден забираем наши ресурсы и пойдем уже на босса этой локации сектора да здесь это называется сектор а боссом здесь будет королева бомберов вон она уже ползет будем пусть подойдет поближе и будем расстреливать ее гранатами одну гранату запустил где-то четверть жизни сразу снес с нее я несколько раз пробовал ее победить и понял что наиболее лучший способ это ох сейчас я получил серию взрывов сейчас гранатом ее самый лучший способ это сразу закидать ее гранатой не отвлекаться на всех этих бомберов которые вместе с ней выбегают а сразу стрелять только по королеве бомберов и закидывать ее гранатами у нас доступно новое месторождение металла у нас будет там шахта уже есть будем отправлять сюда наших дронов доставлять металл для прокачки нашего оружия прокачка оружия это один из самых ключевых способов сразу же изучим георазведку следующего уровня чтобы еще больше металла добывать с наших шахт теперь у нас уже есть две шахты металлических два дрона после пулемета дракона я буду копить на новых дронов ну а пока ребята спасибо вам за просмотр оставайтесь со мной на канале подписывайтесь и всем пока увидимся на канале game portal 42